Итак, операторам такси и каршеринга теперь могут собирать биометрические данные водителей для идентификации. Это разрешение, собственно, исходит от правительства. По мнению участников рынка, это позволит минимизировать случаи использования поддельных документов и данных. Постановление обубликовано на официальном портале правовой информации. Вступит оно в силу 1 марта 2022 года и будет действовать 6 лет. Еще раз, суть постановления правительства внесло такси и каршеринг в перечень нефинансовых организаций, которые имеют право собирать и обрабатывать персональные биометрические данные физических лиц. Превосходно. А ведь водители каршеринга, знаете, если про таксисты это кто-то, это вот кто-то там, это вот какие-то таксисты, то водители каршеринга, они среди нас. Это все люди с водительскими правами. Вообще все люди с водительскими правами. Вот захотел ты проехаться, сэкономив себе время. Имеют право у тебя взять отпечаток чего-нибудь, типа лицо или пальчики. Ну а биометрия, на то она биометрия, туда в принципе все, кроме твоих генетических данных. Хотя, если бы я, вы знаете, сейчас время такое, если бы я прочитал, что для этого необходим геном каждого, понимаете, но мы бы так же собрались и просуждали. Просто пока не успевают, не умеют это делать за пять минут. Ну, у мигрантов, по крайней мере, планируют, собственно, взять. У мигрантов, да, уже планируют, то есть они свои геномы должны как бы отдаваться. Сдать Российской Федерации, да. И правильно, нефть нам без генома. Мы хотим знать про тебя все, дорогой ты наш мигрант. Хорошо, но это все-таки дело будущего. Был и чем болел твой дедушка, если не прадедушку. Да, это можно все узнать, наверное, будет. Итак, два вопроса на пути. Во-первых, как к этому относятся люди, в том числе и таксисты, на которых первых как бы упадет. Вот готовы они, в принципе... Сдавать свою биометрию. Да, вот этим новым правилом идти за ним. Ну, а дальше мы порассуждаем об этической и эстетической стране, как бы этого дела. Почему? Потому что такие программы, как бы раньше делали, например, право на личную жизнь или что-нибудь в этом роде, уже стали даже неинтересны ни нам, ни, собственно, нашим зрителям. Почему? Потому что сколько можно. Это пустой разговор, да. Поэтому пора представить гостей и поговорить на этом. Давайте. Итак, у нас на связи Сергей Анатольевич Ульященков, основатель компании Human Interface, эксперт по информационным технологиям и визуальным коммуникациям. Сергей Анатольевич, здравствуйте. 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 Георгий Владимирович Федоров. Да, все верно. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» и «Политолог». Георгий Владимирович, добрый вечер. Да, здравствуйте. И Михаил Анатольевич Михайлов, президент Ассоциации «Содействие развития токсомоторной отрасли». Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Здравствуйте. Все более личными становятся данные, которые мы обязаны сдавать. Уже просто вся подноготная. Секундочку, не торопись, не обобщай. Все более личными становятся данные, которые хотят взять у вас, у таксистов. Я вот как раз хотел с Михаилом Анатольевичем начать разговор, потому что вы на первом краю этого всего. Отношение в отрасли, отношение водителей к этому процессу и так далее. Пожалуйста. Ну, да, наверняка у вас уже вы с удачей по этому поводу. Как настроение в вашей отрасли, скажем так, Михаил? Ничего, собственно, неожиданного здесь нет. Компания «Яндекс.Такси» уже давно собирает биометрию у водителей. Просто они в данный момент это все узаканивают и все. Не более того. Конечно, очень хотелось бы расшифровать, что под словом «биометрия». Вот не совсем я там, я прослушал просто некоторые моменты, что именно входит туда, какие именно данные они хотят собрать. А мы тоже прослушали, потому что этого нет. Да. Наверняка в каких-то более подробных... Ну, понимаете... Михаил что-то знает, я понял, да? Для кого-то, например, биометрия, да, это лицо, фейс человека, вот, не более того. А для кого-то биометрия – это полностью целиком весь человек, там, например, я не знаю, что-то еще, там, отпечатки пальцев, я не знаю, что там еще должно быть. Ну, все, все, кроме генома, все, кроме это самое. Это и сейчас-то глаза. Я хочу отметить следующее. То, что очень хотелось бы все-таки, вот, если такой закон принимается, да, нужно, чтобы и участники, сами пассажиры тоже, соответственно, проходили эту биометрию, чтобы с них тоже ее брали. За что? Мы-то что сделали не так? Мы платим, и все. На регулярной, на регулярной основе нападают пассажиры на водителей. Это не редкий случай, это часто происходит, конечно. А потом попробуй найти этого человека. По этой логике тогда нужно пойти, тогда нужно брать действительно геном, потому что как раз по отношению к мигрантам, исходя из того, что там довольно высокая криминогенность и часто совершаются преступления, для идентификации как раз, там было предложено брать у них геном. Это было отчасти провокационное предложение от Михаила Анатольевича. Но оно просто коррелируется с тем, что мы обсуждали вчера. А вы повелись, как этот самый. Но, честно говоря, Михаил, вопрос. Я вот не знал, что Яндекс, оказывается, уже собирает биометрические данные. Как это происходит, я не слышал. Лицо собирает. А что значит фотокарточка? Это было 3000 лет назад. Нет, лицо, которое закладывается в компьютер, и по которому человека теперь узнают. Ну, вы, например, с помощью своего приложения скачали, вы регистрируетесь, создали аккаунт. И вот в аккаунте ваш фейд должен быть, и чей-то другой, понимаете, чтобы вы пользовались этим аккаунтом. Ну, это старое доброе опасение. А вот у меня выросла борода в пол лица. Да ладно, фиксер. Это мы испробуем. Речь идет о биометрических данных. Именно биометрических данных, а не фейс-контроль. То есть, вот там в метро ввели, например, вот это. Теперь можно пройти именно по фейс-контролю. Игорь Борисович. Речь идет о... Нет, ну я так полагаю. Речь идет о отпечатке пальца. Там, я не знаю, что еще сейчас. Голос, голос, лицо, голос отпечатки пальцев. Ну, давайте спросим об этом у Сергея Анатольевича. Мы не знаем, или что конкретно будут собирать, какие данные. То есть, мы не знаем с вами, правильно? Мы не знаем. Пока нет. Сейчас, и поэтому вопрос Сергею Анатольевичу. Сергей Анатольевич, а вот, может быть, действительно, пару слов ликбеза. А что действительно сейчас обычно подразумевается под биометрическими данными? Потому что, видите, мы тут немножечко плаваем в этом вопросе. Да, я понимаю. Вопрос распространенный. Многие люди в этом плавают. Биометрические данные, в первую очередь, я сейчас говорю о том, что собирается... Либо камеру как-нибудь наклонить, чтобы мы видели вас целиком. Да. Отлично. И видим полностью ваших биометрических данных. Вот сейчас вот видим. Спасибо. Так лучше, да? Да, конечно. Конечно. Ну, можно уже снять Face ID и использовать. А мы всем не занимаемся, как вы думаете? Ну, ладно, продолжай. Я понял, да. Опасная компания. Обычно биометрические данные, которые сейчас собирают, это три. Это, собственно, лицо, это голос и отпечатки пальцев. На самом деле биометрии действительно может быть очень много. Это может быть сетчатка глаза, но сейчас технология не настолько развита, редко. Ну, на смартфонах, например, иногда пытаются ее определять, но это достаточно такая технология муторная, она в обиход еще не вошла настолько глубоко. Ну, соответственно, вот эти три вещи, я думаю, у таксистов будут собирать. У меня, к сожалению, у самого информации точно нету, но, как правило, когда говорят биометрии, вот в данный момент, имеется в виду именно это. Это отпечатки пальцев, это лицо, это голос. Банки это собирают сейчас в первую очередь. Георгий Владимирович, ну вот теперь вопрос, знаете, как обобщающий и философский. А зачем? Ну, как бы, на ваш взгляд, это какая-то вот мода, это упрощение действительно поиска каких-то злоумышленников, или в этом можно поискать какие-то подводные камни и подводные течения? Ну, нужно тут смотреть на эту технологию, ну, как сказать, прямым текстом. То есть автомат Калашникова, он может служить в руках бандитов, а может служить в руках террористов. То же самое компьютер, социальные сети, я не знаю, там эти, интернет. Нет, в этом отношении эта технология, она в принципе не нова, и в принципе она во многом упрощает жизнь. Но если она попадет в руки нерадивым каким-то силам, да, то эта технология быстро становится не просто тоталитарной, а тотальный контроль, плюс использование этой информации в каких-то таких вот криминальных или иных целях. Говоришь о том, что коммерческие структуры очень часто подвергаются атаками на всяких хакеров, есть сливы информации, есть в Даркнете всякие такие вещи, связанные вообще с личными данными. И в этом отношении я считаю, что нынешние технологии, расширение технологии очень опасно. Георгий Владимирович, вы скажите, а с каких это пор те самые биометрические данные так легко и спокойненько собираются с гражданами. Насколько я понимаю, раньше это было сделать сложнее. У нас что, появилось какое-то законодательство, где теперь по, я не знаю, просьбе кого-либо ты должен сдавать свои отпечатки пальцев и так далее и там подобное. Насколько я помню, раньше эта прелегатива только преступникам принадлежала. Это действительно, я обязан, я не могу отказаться от этой функции, никакой закон меня не поддержит, например, если я против. Не, но есть вот эти биометрические данные, они вообще собираются комплексами. То есть, грубо говоря, вы приходите в какой-то банк и вас спрашивают, а давайте, хотите кредит, оставьте отпечатки пальцев. Вы оставите. Потом вы идете по улице, в метро вас снимает и снимает биометрические данные лица, так скажем, и потом идентификация происходит, что, кстати, сейчас используется, в том числе и в политических целях, мы видим, когда там задерживают всяких там людей, которые административные правонарушения делают. И, соответственно, через некоторое время вы становитесь просто полностью прозрачным и все эти данные собираются в течение не очень долгого времени, но входят в один компьютер, и уже не надо специальную оперативную группу, чтобы вам пальчики, так скажем, каким-то образом брали. А уже просто через некоторое время государство будет все ваку-геометрические. Это верно, это верно. Вы просто не ответили все-таки на вопрос. Законодательно это все подтверждено? Да, естественно. Надо же, я как-то пропустил. Не знаю, как это. Вот и говорит, так вот оно и жизнь проходит. Есть закон о полиции, есть все вот эти данные, которые входят по отношению к правонарушителям на каких-то мероприятиях. Это все подведена законодательная база. Это общественная безопасность, это закон о полиции, а здесь какой-то Яндекс, извините меня. Михаил Анатольевич, просто вот из практики. Вы сказали, что Яндекс уже давно собирает эти данные. А есть ли возможность, я вот захочу стать таксистом, не сдать им биометрию, а как-нибудь по старинке. Паспорт предъявить, еще что-нибудь сделать, в офис приехать. Или все-таки все. Это вот без вариантов. Вы работаете, вы когда приходите, ну вернее, вы когда подключаетесь к этой системе, вы обязаны соблюдать правила, те, которые вам, соответственно, компания предлагает соблюдать. Если вы их не соблюдаете, то вы не будете получать заказы. Ну, правила безальтернативные, то есть я обязан буду сдать вот это свое лицо, не знаю, голос и пальцы. Или у меня есть какие-то варианты. Об этом Михаил еще не знает. Но давай на секундочку предположим, что это так. Я тогда повторю свой вопрос. Потому что, ну как бы свое там лицо, это как, ну ты его никуда не денешься, оно у тебя есть, как его там используют, неизвестно. Но это уже другое. Если действительно надо было, надо будет сдать полную биометрию. Отпечатки пальцев, там голос и так далее, там и подобное. Как вы думаете, готовы это делать прям? Вот представители вашего сообщества, вашей профессии? Вынужденно делают. И все. Это то же самое, так же, как и с прививками. Никто никого, собственно, не спрашиваешь. Хочешь ты, не хочешь, тебе говорят, ты будешь получать заказы, когда у тебя будет паспорт на руках, то, что ты привит. Все. И люди пошли и прививаются. Ну, потому что безвыходная ситуация. Либо ты без работы остаешься, да? Либо ты вот как бы соглашаешься с этими правилами. Ну, отлично. Хорошо. Ладно, я понял. Подождите, Габарич. Вот маленькую цитату, так сказать. Это очень важно. Замминистра финансов. Цитата. По поводу биометрических данных. Алексей Моисеев. Вот что сказал. Компрометация биометрических данных – это самое страшное, что может произойти. И если человек доверил экосистеме, неважно, частной или государственной, свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверие, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь. Конец цитаты. Вот это потрясающе. Вот это потрясающе. У меня вопрос Сергея. Сергей, на одну секунду. Давайте представим, ну, чтобы было более понятно, приведем какие-то образы. Давайте представим злоумышленника. Вот злоумышленник. Собственно, что злоумышленник может делать, если у него на руках полная моя биометрия. Вот мой голос, мое лицо, мои отпечатки пальцев и так далее и тому подобное. Собственно, что знающие толк в этом деле люди могут со мной сотворить? Я тут хочу одно дополнение сразу сделать. Злоумышленнику не нужно добывать вашу биометрию. Ту, которая там лежит в банке, или у Яндекс.Такси, или еще где-то. Вы понимаете, мы эту биометрию уже отдали на откуп совершенно бесплатно, и никто об этом не задумывал. Социальная сеть. В социальной сети легко найти ваше лицо. Ведь биометрическая система будет не по каким-то данным, которые внутри нее записаны ваши данные лица, она определяет визуально. И все, ваше лицо, оно есть, оно публичное, и можно его использовать. Согласен. Сергей Анатольевич. Поделайтесь вперед. Но смартфоны ты не разблокируешь все-таки по этому. Нет, нет, нет. Вот это важный момент. Ведь то, что называется процедура сдачи биометрии, еще и верификация. То есть, еще и подтверждение согласия на использование эту биометрию. Да, лицом можно скачать фотографию с паспорта, сканировать. Пальцы, кстати, и голос сложнее, но тем не менее. Но вот этого согласия пока его нету. А тут все в одной корзине. А тут все в одной корзине, да. Во-первых, проще. Да, сейчас, Георгий Владимирович, секундочку, да. Ну, и еще раз повторяю вопрос. Что со мной можно сделать, если полная моя биометрия находится сейчас у злоумышленника? Хорошо, конкретный ответ на вопрос. Вас можно отследить в любом месте города, где установлена камера. Главное, чтобы эта камера была подключена к какой-нибудь системе. Вас уже потенциально можно отследить. Сейчас уже в Москве, например, тестируются подобные системы. Второе, можно получить доступ к вашим личным данным. Причем личными данными здесь можно называть и банковский счет, и какие-то ваши документы, и файлы на смартфоне, или компьютере и так далее. Это вот самые большие, прямые риски, которые сейчас уже существуют, их можно использовать. Третий момент, который такой более футуристичный, но потенциально возможен. Это можно за счет вас, это скорее не для обычных людей, а для публичных личностей, за счет вас сделать некий, назовем это саботаж. Например, как будто бы какой-нибудь политический деятель сделал какое-то громкое высказание. Дипфейки, да, пресловутые? Конечно, а это уже такие прецеденты были, но они еще мало развиты, этот такой вот будущий. Таким образом, не обязательно это может быть громкий политический деятель. Например, если нужно убрать какого-то бизнесмена, можно сделать так, как будто он где-то на... Опа, опа, и вот ты как раз примешь. Вот те на... Так тоже можно сделать. Что именно этот человек попадет в влияние искусственного? Сергей, тебя только что выше, бля. Я не знаю, кто это сделал, кому-то насолил, но тебя не было слышно. Смотрите, получается, что можно человеку навсегда испортить репутацию, и если, опять же, по словам замминистра финансов господина Моисеева, если пин-код или какой-то паспорт, в конце концов, по которому были заключены всякие сомнительные сделки, можно поменять, то лицо уже не поменяешь, парксы не поменяешь. Сейчас же Георгий Владимирович хотел что-то добавить. Да, пожалуйста. Не, ну смотрите, надо понимать, что эта технология, она может использоваться, быть использована против тебя не сию секунду, а через некоторое время. Эту технологию можно использовать против человека, если она попадет каким-то условно террористическим организациям, если она попадет условно даже, ну, каким-то структурам, которые хотят каких-то политических репрессий. Если в государстве что-то будет не в порядке, то ты вообще потеряешь любую тайну, да. И вообще через некоторое время с этими технологиями ни у одного человека в мире не будет ни тайн, ничего. А плюс ко всему сейчас очень часто используют, кстати, наработки, что по биометрии, по лицу даже мысли твои считывают. То есть сейчас такие технологии есть, и сейчас их разрабатывают активно. То есть мы можем реально опуститься в какой-нибудь там не 1984 год, да, так скажем, а и Орл покажется нам в реальности, а в другие более такие странные и страшные вещи. Все понятно, мы говорили об этом. Общество лицемеров, вот что нас ожидает в будущем. Мы будем все гадкие и неискренни. Понимаете, почему? Потому что технологии становятся выше нас. Значит, все бы было неплохо. Закрываю эту тему, могу только единственное сказать. Да, это здорово. Ну, во-первых, мы упраздним полицию. Все хотят упразднить. Да, конечно. Зачем она нужна, если, слушайте, если все и так будет на поверхности? Не нужно ни следователей, ничего. На кнопку нажал, понимаешь, так или иначе, человек свой след где-нибудь оставит, да? Правильно. И все, через 15 минут любое преступление будет вычислено. Если найдется идиот, который эти преступления будет совершать в этом нашем новом офигенном мире, да? Согласны? Ну, уже есть фильмы, когда эти преступления вычисляют до их совершения. Да, с одной стороны. С другой стороны, друзья мои, никто, никто, начиная с Facebook, с той нами, любимого там или какой-либо другой структуры, никто не гарантирует 100% защиту наших данных. Поэтому игра нечестная, понимаете? С одной стороны, тебя требуют, естественно, из всех благих намерений. И такие благие намерения будут, безусловно. Но никто из нашей жизни еще всяких засранцев не исключал, понимаете? Они тоже есть и живут вместе с нами. И поверьте всячески, при желании и при возможности и какой-то нужности воспользоваться таким подарком, как полностью биометрический, а еще, возможно, генотип, да? Там, скоро мы до этого дойдем. Ну, застращал, застращал, молодец. Да, я вам так скажу, что, скорее всего, когда человечество, уровень просвещения дойдет до таких высот, что все, о чем я сейчас говорю, уже не будет иметь никакого значения. Мы научимся жить в этом мире. Но сколько же жертв будет, как при любом новом деле? А при вот этой вот... Михаил что-то... Миш, да, скажи. Я вам хочу сейчас привести пример из реальности, как это можно будет использовать в отношении просто тупо зарабатывания денег. Но это называется не зарабатывание, это вымогательство. Вот с помощью Face ID, ну, и всего, соответственно, всей биометрии, вы получаете доступ к своему аккаунту. И вам могут его просто закрыть в любой момент. И, соответственно, вы будете искать возможность, как договориться с теми людьми, чтобы вам этот доступ предоставили. Вот на сегодняшний день сейчас блокируют водителей такси в бизнес-классе. Вот. И спустя несколько дней звонит человек, говорит, что я работаю в компании Яндекс.Такси, я могу вас разблокировать, цена вопроса 60 тысяч рублей. А, нет, 30. Вру, 30. Ну, да, вы так что не задирайте, 30 же, да. А то уже начнут соглашаться. Слушайте, Кошмар, я раньше... Я не буду делать доступ и будут с вами вот торговаться. Раньше это было возможно только с аккаунтами в социальных сетях, оказывается, теперь вот такое приложение. Хорошо, скоро нас уже, в принципе, в гражданах таким образом можно будет взломать. Спасибо большое за разговор. Сергей Анатольевич Ульяшенков, основатель компании Human Interface, эксперт по информационным технологиям и визуальным коммуникациям. Да, кажется, это был он, вроде настоящий. Наверное. Спасибо большое. Георгий Владимирович Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект политолог». Спасибо. И Михаил Анатольевич Михайлов, президент Ассоциации содействия развития таксомоторной отрасли.